Я лично общался с этим разработчиком, он почему-то оставил у меня юс. Может подарил, может так, опять же, временно. Я думаю о следующем месяце. Так, окей. Блин, ну просто офигеть. Очень крутой и о... Всем привет, ребята, Кент пока на проводе. И сегодня мы узнаем, сколько же стоит инвентарь самого Джампера. Мало ли, кто не знает, это около разработчик и тестер игрушки Стэндов 2. Поэтому, ребята, прямо сейчас влепите огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой положительный комментарий. Ну что же, а мы идем дальше. Стояли стандартные скины в Стэндов 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кицы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Всем привет, ребята, Кент пока на проводе и сегодня я не один. Со мной... Ха-ха-ха-ха. Всем привет, ребята, Кент пока на проводе и сегодня я не один. Со мной... Встречайте. Всем привет, ребята, с вами Джампер. Ох, фигасе, ты откуда появился? Я так, с неба спрыгну. Ха-ха-ха. Так, я смотрю, у тебя очень красивый, замечательный, опупительный, офигенный керамбитик. Откуда ты его взял? Ну, купил на рынке. И всё? Ха-ха. У нас обычно в этой рубрике поинтереснее истории рассказывают. Показывай свой USP Genesis. Блин, он есть у всех, но у меня его нету. Я себе её тоже куплю. Это точно. Откуда ты её взял? Ух ты. Как, как, как? Секретный анимации вы видели? Блин, Джампер, ну ты даёшь. То с неба появился, то секретный анимации показываешь. Его выдали нам ещё тогда, когда он только появился в игре. Временно. Я лично общался с этим разработчиком. Он почему-то оставил мне USP. Может, подарил, может, так, опять же, временно. Ребят, поэтому, если вы хотите стать разработчиком, то вы им не станете. Ха-ха. Так, а вот я смотрю, у тебя ещё есть очень дорогой скин. И опять у меня его тоже нету. Откуда у тебя AVM Sport V2? Ну, его я приобретал давно. Как раз тогда вышла торговая площадка. И мой бывший соклановец, он поймал его, там, за сколько? За 100 голды, что ли? Ну, по просьбе мне его перекинули на мой инвентарь. Короче, джамперу по-братски передали AVM Sport V2, да? Я ещё смотрю, у тебя есть АКР Трэшер Хантер. Наверное, Статрек? Я-я-то не знаю. Да, Статрек. Ещё на тот момент, когда у меня были все скины в вентаре, у меня было желание приобрести именно свой собственный скин, вот, Статрековский, один из самых дорогих. И он мне, зараза, очень сильно нравится. Я просто задонатил на 3к голды и сразу же поймал его за 3 600. Также, ребята, у джампера есть практически все ножи. Джампер, это правда? Ну, да, правда, частично. Почти все ножи, кроме M9 Universe, Керамбит Universe и J-команда Ancient. Ну, и Керамбит Голд. Рубрика «Ответы на вопросы». Джампер, не все понимают, кто ты такой. Расскажи, пожалуйста, о себе буквально парочку слов. Ну, так-то я обычный игрок, но имею возможность помогать разработчикам с тестированием нового контента и обсуждением нововведения и прочего. То есть я Dev Assistant в переводе помощника разработчиков. Обычно таких, как я, называют около разработчиков. В общем, ребята, мало ли кто не понял, вкратце просуммирую. Джампер, это около разработчик и тот человек, если вы напишите плохой комментарий, который может вас забанить. Я прав? Нет, я, конечно, я лично банить не могу, этим занимаются разработчики, но я могу лишь предоставить доказательства в случае какого-либо там нарушения, читерства и прочего. Джампер, также мы все знаем, что у тебя есть YouTube-канал, ссылочка на который будет в описании. Хотел бы тебя спросить, почему ты решил стать ютубером? Что я вообще не планировал становиться ютубером, и в жизни всегда получается так, то, к чему ты стремишься, не выходит, то есть ничего не выходит, и ютубером становиться я не планировал. Как ты стал около разработчиком? Ну, на этот вопрос я отвечал уже в двух интервью, но постараюсь вкратце. Сначала стал тестером, попал в нужное время в нужную беседу, там я смог себя зарекомендовать, проявлял актив, и далее уже... Блин, сейчас, сорян, твою налево, блин! И со временем уже меня добавили в основную беседу с разработчиками. Джампер, еще такой вопросик, а трудно ли вообще быть около разработчиком? Вот чисто морально, физически ты устаешь? Или это тебе приносит удовольствие? Ну, не трудно, это приносит удовольствие в основном, когда ты тестируешь новый контент. И в основном мы являемся, так сказать, комьюнити-менеджерами, это обратная связь комьюнити и разработчиков. Ну и отвечаем на вопросы в официальной группе. И где 80% сообщений, думаю, ты понимаешь, когда обнова... Джампер, как раз, как раз, как раз, вот именно об этом моменте. Можно тебя немножко позадалбать банальными вопросами? Ну, давай. Как, когда обнова? Это от имени всех моих подписчиков. Как только, так сразу. Тут невозможно предсказать. Это знаешь, вот с чем можно ассоциировать? Допустим, если тебе дают условие задачи, какую-нибудь сложную задачку, и говорят реши ее. И ты не сможешь заранее определить, как быстро ты ее решишь, и не факт, что ты решишь ее правильно. О, давай, как ты думаешь, как ты думаешь, когда будет обнова? Ну, я думаю, в этом месте уже, как я думаю, точно обновления не будет. Ну, я думаю, в следующем месте. Так, окей. Еще вот я всех своих гостей прошу, чтобы мне сказали какой-то инсайт. Джампер, давай, пожалуйста, какой-то инсайт. А, да, кстати, вот Юз Дженезис, я вот сейчас вспомнил, до его появления в игре, его качество было не легендаркой, а эпик. Такой же, он же еще с эпик. Блин, наоборот, он был легендаркой. Возрешили сделать эпиком, так как в Айм уже есть. Джампер, я продолжаю рубрику задолбывать джампера дебильными вопросами. Правда ли, что следующий нож, это нож бабочка. Ну, потому что он уже все пасхалки говорят на это, все. Я не буду со своих слов отвечать на этот вопрос конкретно, могу лишь сказать, что на моем канале я проводил квест. Не, так я уже разыдал, притом еще давно на стриме. И это нож бабочка. Смотри мне в глаза, Джампер. Смотри мне в глаза. Ну, короче, ребята, вы все сами поняли. Джампер ничего не говорил. Джампер, чем ты занимаешься в реальной жизни? Ну, в реальной жизни это работа, тренировки. Тренировки это паркур, акробатика. Паркур? Фига себе. А-а-а, я понял. И получается у тебя не джампер, потому что ты занимаешься паркуром, да? Да, да. Сколько ты задонатил в стендов 2? Вообще, даже на трансляциях, когда мне задавали этот вопрос, я старался его избегать и не отвечать. Но, все же отвечу. Опа. Больше 20 тысяч рублей. Джампер, еще такой личный вопрос, если хочешь, можешь не отвечать. Есть ли у тебя девушка? Нету. Так, ну что же, а вот это совершенно весь инвентарь джампера. Вы только, ребят, посмотрите на вот это. Посмотрите на его ID. У него ID джампер, потому что он около разработчик. Также, ребята, посмотрите, сколько же, черт возьми, у него ножей. У него даже есть АКР Трешер Хантер Статрек. Блин, ну просто офигеть. Очень крутой и очень дорогой инвентарь. Ну что же, а сейчас мое самое любимое. Сколько же стоит инвентарь джампера? Да, да, мы дождались. Вот эти цифры. Цифр довольно-таки много. Инвентарь очень крутой у джампера. И в итоге, инвентарь джампера стоит 70 881 голду. Как по мне, это очень даже неплохо. Однозначно заслужит вашего лайка и хорошего комментария. Ребятки, в общем, на этом все. Обязательно. Все как обычно. Лайк, подписка, большая писка. Плюс, пишите в комментариях, кого позвать в следующем. Ну а с вами был ваш Кентапака. Всем удачи и всем пока.